Всем привет! В этом видео я вам расскажу, почему у вас не прется энергетиков. И я не говорю, что именно всех людей энергетики не берут, но я знаю, что очень многих людей энергетики не особо штырят, скажем так. Я много раз слышал такое выражение, что да энергетики меня не берут, или энергетики, да ладно, они от них толку так себе. Или, ой, до меня что-то энергетики не торкают особо, ну и так далее. То есть подобных выражений я много раз слышал. Вот, также, значит, если такой момент может быть, например, ты пьешь его энергетик, сначала тебе прям круто, да, то есть первые полчаса минут сорок прям вообще хорошо энергия прет, но потом происходит какой-то спад непонятный, появляется легкий депрессняк какой-то, да, и как-то уже больше энергии нет, то есть сначала энергия была, но потом ты пьешь еще и еще, но почему-то энергии не прибавляется уже, да. Вот. Также может появиться легкий депрессняк какой-то, легкая апатика, какая-то вот такая безразличие какое-то, да. Возможно, легкая сонливость даже появится, может, упадок сил может произойти, и ты можешь сидеть в таком уже плохом каком-то настроении, если сначала тебе было круто, и энергия была, и настроение немного улучшилось, то потом наоборот, как бы, упадок сил, и настроение немного хуже стало как-то все, не к черту как-то, да. Вот, еще раз скажу, легкая апатия может наступить, там, легкий такой депрессняк, спад настроения, и, возможно, даже сонливость появится. Ну, и так далее, в общем. Если подобные симптомы, значит, вам знакомы от употребления энергетиков, то это видео, я думаю, будет вам полезно. Да и вообще, в принципе, это видео будет полезно всем, кто хочет что-то большее узнать об энергетических напитках. И сейчас я, значит, объясню вам, почему так происходит. Вот у нас, например, PowerTor, да, вот это тоже энергетический напиток. Просто как пример. Итак, вы знаете вообще, за счет чего идет основная энергия в энергетиках? То есть, что, какой компонент или какие компоненты дают самую основную энергию во всех энергетиках? Здесь вот смотрим, кофеин и таурин написано. Наверняка вы думали, что вот кофеин и таурин – это два самых главных вещества, которые дают энергию в энергетиках. То есть, таурин – это какой-то энергетик, кофеин – это энергетик. Вот они в совокупности дают такой крутой энергетический эффект. Так вы думали до этого? Ну, если вы думали так, то немного вы ошибались. А энергию основную дает только кофеин. То есть, все, вот этот кофеин, это самое основное вещество, действующее в всех энергетиках. То есть, это самый главный компонент энергетический, который дает энергию. Во всех энергетиках. Это кофеин. Но не таурин никакой. Также, плюс, этому кофеину помогают еще некоторые дополнительные вспомогательные вещества. Например, витамины группы В. Кто-то кладет там, ну, разные производители по-своему делают состав. Но, например, это витамины группы В могут быть. Могут быть экстракты различных растений. Там экстракт женьшени, например, лимонника, гинго-белобы, готу-колла. Экстракт листьев чая мате, хиноцей. Ну, много чего могут вложить, в принципе. И плюс вот эти экстракты растений различных и группы В. Плюс еще вдобавок кофеину дают энергию. То есть, это все вспомогательные вещества. Они только лишь добавляют эффект кофеина. Ну, как бы, помогают кофеину. Но самое основное действующее вещество, то, что нам дает энергию, это кофеин. То есть, это надо запомнить. А что же касается таурина. То есть, таурин, вы думаете, это что такое вообще? Вы знаете, зачем кладут таурина и что это такое? То есть, вы думаете, это тоже энергетик какой-то, да? То есть, как кофеин наподобие? Да ни хрена подобного. Этот стереотип я сейчас немного разрушу как-то. Вот кофеин, это да, это чистый энергетик. Но для начала немного кофеина разберем. Кофеин, это действительно чистый энергетик. Он абсолютно не обладает никакими тормозящими эффектами, скажем так. Кофеина чистой энергии, грубо говоря. Если вкратце, он блокирует аденозиновые рецепторы. Аденозин, это у нас нейромедиатор, который отвечает за чувство усталости, за то, чтобы мы отдохнули и так далее. То есть, аденозин когда работает, нам хочется немного полежать, посидеть. То есть, специально так природа сделана, чтобы мы не тратили лишний раз там свою энергию и так далее. Чтобы мы успевали восстановиться, чтобы мы не тратили свои резервы и так далее. А кофеин же блокирует нахрен эти рецепторы. И, соответственно, мы уже не чувствуем усталость. То есть, усталости не чувствуются. И все нормально, как бы, да. Сигнал аденозиновый не поступает, и у нас не происходит упадка сил и так далее. И мы бодры. Но это не значит, что это полезно для организма. Но, тем не менее, мы усталости не чувствуем. Плюс кофеин еще повышает уровень некоторых гормонов. Уровень дофамина повышается, уровень норадреналина. Уровень адреналина повышается еще. И уровень кортизола, гормона стресса. Короче, в совокупности кофеин повышает многие активирующие гормоны. То есть, короче говоря, в совокупности кофеин это чистый энергетик, который делает, в принципе, все, чтобы мы были бодрыми. А что же такое тавурин, вы знаете? Вы думаете, тавурин от энергетика? Но это не так абсолютно. Я сейчас не буду слишком все подробно, но если вкратце, то тавурин это аминокислота. Аминокислота, да? Ну, если быть точнее, это производная двух аминокислот, там, цистеина и метионина. Но это не суть дела. Я не буду слишком глубоко копать. Короче, для простоты понимания, это аминокислотой буду называть. То есть, тавурин это аминокислота. Что такое аминокислоты? Да любой белок состоит из аминокислот. Допустим, белок в яйцах, в сыре, в рыбе, в мясе, в курице, неважно. То есть, любая белковая еда, она состоит из аминокислот. То есть, тавурин это продукт питания, грубо говоря. Выражаясь простым языком, это аминокислота. Причем, в небольших дозах она, в принципе, в продукты животного происхождения в основном содержится. И, допустим, в мясе там и так далее. И, соответственно, в принципе, дополнительно ее принимать. Там есть биологические какие-то добавки, как сейчас некоторые навязывают и так далее. То есть, нет необходимости. То есть, у человека особо нет дефицита тавурина. Вот. И да, там у него есть какие-то некоторые полезные свойства, некоторые вредные свойства. Но это не суть. Сейчас в этом видео я не об этом вообще говорю. Я сейчас энергетики чисто разбираю. Вот. Так вот, что хочу сказать. Ну, аминокислота, допустим, да? Вот. Но дело в том, что она не дает никакой энергии вообще. И я даже больше скажу. То есть, тавурин не только не дает энергии. Тавурин – это тормозящая аминокислота. То есть, это тормозная аминокислота. Если же кофеин – это чистый энергетик, то тавурин – это седативная аминокислота. То есть, это седативный препарат, грубо говоря. Тавурин – это вещество наподобие глицина, например. Глицин, знаете, вот таблеточка бывает. Вот такой, например. Вот тавурин чем-то похож. Или добавки габа бывает. Габа – биологическая активная добавка. То есть, гамма-аминомаслая кислота. Вот, например, да? Тоже гамма-аминомаслая кислота чистая. Это тоже седативная аминокислота. Тавурин – это из этой же серии вещество. То есть, из серии глицина, из серии гамма-аминомаслой кислоты. Все они что делают? Они успокаивают тебя. То есть, они снимают процессы возбуждения в нервной системе и в мозге. То есть, ты становишься более спокойным, более адекватным. Немного пропадает тревожность. Улучшается сон у тебя, что уже смешно для энергетика. Улучшается сон от них. То есть, ты лучше спишь. Ты становишься более спокойным, адекватным и так далее. Короче говоря, седативные, тормозные аминокислоты – это все, в принципе. Вот. И, значит, спрашивается. То есть, а нахрена его сюда кладут вообще, в энергетик? Зачем его кладут в тавурин, если это тормозной нейромедиатор, тормозная аминокислота? То есть, для чего его кладут нахрен вообще в энергетике, если это вообще нелогично? А, кстати, это действительно нелогично вообще. Это тупость полная. И именно по этой причине я энергетики не пью вообще. То есть, уже, наверное, 9 лет, может, даже 10 лет уже не пью энергетики. Вообще никакие. Да, я кофеин употребляю из других источников. И я кофеину, если разумно его использовать, я, в принципе, положительно нормально отношусь. Но к энергетикам я отношусь негативно. Потому что смесь вообще тупая. То есть, активирующее вещество и тормозящее вещество в перемешку смешали это все. А зачем это все пить? Непонятно. Если это ни туда, ни сюда. То есть, одно вещество тебя затормаживает, одно разгоняет. То есть, ни туда, ни сюда. Если мне надо будет взбодриться, я приму кофеин отдельно. То есть, там, из кофе или, на крайний случай, могу из таблеток выпить. Если кофе не хочу пить, например. Кофеин в таблетках продается. Ну, у меня сейчас нет, показать, да? Пластинка такая, там, по 10 штук продается, по 100 миллиграмм. Вот я 25 миллиграмм выпью, четвертинку. Мне этого хватает, чтобы немного забодриться. Ну, на крайний случай, половинку таблетки могу выпить, там, 50 миллиграмм. Чистый кофеин могу выпить, например. И все, если мне надо взбодриться. Или же кофе, там, ну, не важно, да? то есть как-то так но вот эту смесь пить как-то, блин, ну это глупо просто вот и все вот, например, чистый таурин чистый таурин, да, вот дибикор, например это чистый таурин иногда я вечером его бывало сейчас его не пью, но раньше я его бывало выпил немного половинку таблетки или сколько, я вот этот таурин прям хорошо сплю, прям сон улучшается прям вообще прям отлично, то есть если вечером его выпить, вот такой вот этот энергетик чтобы вы понимали конечно он не слишком там седативный как различные как их там называют, бензодиазепины там или снотворные, нет, конечно не до такой степени, но все-таки слегка седативный эффект есть и значит тут 500 мг вот вы видите в среднем, в среднем, примерно в одной бутылке энергетика, ну там разный производитель по-своему ложит, кто-то больше кто-то меньше, но в среднем здесь примерно 1000 мг, то есть 2 таблетки вот так он выглядит значит, да вот тут 2 таблетки, на одну бутылку 2 таблетки вот такого таурина содержатся и это, поверьте мне, это дохрена нет, от передозировки там таурина ничего страшного абсолютно не будет, потому что он в принципе не вреден он в принципе естественный для организма и избытки таурина, они в принципе выводятся из организма с мочой там и так далее то есть ничего страшного, но для здоровья ничего страшного но дело в том, что тормозящие эффекты наступят просто понимаете, а у нас же нет цели получить сомнливость там или заторможенность, или апатию какую-то правильно, нет же вот соответственно мы сейчас разбираем именно энергетик а не всякие там эффекты таурина и так далее ну как бы отдельно, как биологическую активную добавку вот, и значит вот, теперь вы узнали значит что это такое то есть, что такое таурина, что такое энергетики на самом деле что еще могу сказать то есть, я хочу сказать, что если я хочу взбодриться я выпью бодрящие вещества или там кофеин отдельно а если мне надо успокоиться то я выпью всякие там успокоительные вещества отдельно уже например, вечером, если не могу уснуть, например я могу выпить что-то из этого ну или глицин, например ну хотя, кстати, глицин тоже жрать не надо как бы это не имеет смысла там и так далее просто заранее скажу вот то есть, что-то из этих могу выпить и у меня улучшится сон, я нормально усну, например а если днем мне надо взбодриться я выпью чистый кофеин отдельно там или кофе, да, например вот и все а не вот эту вот мешанину где тормозное и активирующее в перемешку смешано то есть, зачем это нужно это вообще нелогично то есть, вот, и значит теперь вернемся к вопросу, который был в начале а почему настроение падает упадок сил и так далее и почему энергетики не прут да они из-за туарина вас не прут прикиньте, что вы думали, что туарин вас активирует а туарин вас тормозит наоборот такую вот новость сегодня узнали значит, когда мы открываем вот эту бутылку мы выпиваем залпом несколько глотков и сначала прям круто становится прям энергия появляется и настроение улучшается потому что, ну, во-первых уровень сахара в крови подскакивает а кофеин очень быстро из-за того, что он газированный очень быстро распределяется по крови достигает быстро мозга и все, и круто она сначала бодрит, все нормально таурин, между тем, мало еще пока что поступило да, в организм а на бутылку здесь две таблетки напоминают таурин вот и значит и сначала все круто там первые полчаса минут 40 но потом мы пьем еще, 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 еще уже таурина в крови начинает становиться слишком много он начинает вытеснять эффекты кофеина уже вот, то есть если кофеин повышает уровень дофамина дофамин у нас отвечает за хорошее настроение за мотивацию, за бодрость и так далее ну, там и другие всякие гормоны несут дело так вот, потом начинает от таурина кстати, хочу сказать, что таурин повышает в мозге уровень гамма-аминомасовой кислоты и уровень глицина то есть вот этих двух веществ это нейромедиаторы по сути да, то есть ну, грубо говоря, гормоны там можно так это назвать то есть вот эти вот два вещества глицина и аминокислота от таурина от таурина повышаются в мозге оба они являются тормозными нейромедиаторами вот прошу прощения если немного там замудренно говорю там и так далее в общем суть в чем сначала от кофеина повышается уровень дофамина там адреналина и прочее да но потом от таурина повышается гамма-аминка и глицин в мозге и они начинают в свою очередь уже вытеснять дофамин вытеснять адреналин и так далее все, вот и все вот у вас получается седативный эффект в итоге и соответственно так как дофамин вытесняется настроение пропадает апатия какая-то появляется и так далее то же самое адреналин тоже он блокируется и вот и все вот тебе и сонливость усталость и так далее то есть теперь вы поняли почему с энергетиков происходит упадок сил но там не только из-за этого еще и из-за постоянных скачков сахара в крови тоже нежелательный момент вот как бы да и вообще слишком часто себя с кофеином стимулируют тоже как бы не самая хорошая идея но в первую очередь самое главное вот этот вот таурин в энергетиках это вообще полная глупость так вот может быть у вас возникнет вопрос а нахрена его тогда кладут вообще в энергетике если он затормаживает я вам сейчас объясню зачем его кладут и так зачем кладут таурин в энергетиках нет не для того чтобы вы были бодры здесь у него цель абсолютно другая его кладут по трем причинам вот запомните первое это снять перевозбудимость от кофеина то есть чтобы был определенный предел до того как вас разгонят то есть чтобы вы слишком не перестимулировались не слишком не перезбудились чтобы до определённого предела вас разогнало и всё на этом остановилось то есть это первая причина вторая причина таурин немного снижает тревожность то есть а кофеин соответственно когда он стимулирует нас, когда торкает. И из больших доз кофе такое бывает тоже. Вот когда слишком сильная стимуляция, тревожность повышается, то есть гормоны стресса повышаются. Вот, соответственно, таурин немного снижает тревожность. И все это себя лучше чувствуешь. Чувство такого страха, волнения всякого пропадает. Вот это вторая цель. Вторая причина, по которой кладут таурин. И третья причина, по которой кладут таурин. Да для того, чтобы больше пили вот этого напитка. То есть вы пьете, сначала эффект есть, потом пьете, и эффекта уже нет. Что за фигня? Вы идете, покупаете вторую бутылку. Вот и все. Для того, чтобы увеличивать продажи. Вы пьете еще. Вас уже не торкает. Вы пьете, пьете, пьете. Эффекта все нет. Нет какая-то апатия, появилась слабость. Вы идете, еще одну бутылку покупаете. А потом, возможно, и третью бутылку. Чтобы вы больше покупали. То есть это третья причина. Вот и все. Еще раз напомню. Три причины. Снять перевозбудимость, снять тревожность. И чтобы вы больше пили, больше покупали. Как-то так. Ну, я надеюсь, из этого видео вы узнали что-то полезное. И теперь вы знаете истинное предназначение таурина. И что это такое на самом деле. Кофеин, это грубо говоря, еще раз напомню. Кофеин это чисто, это педаль газа нашего организма. Он делает все, чтобы мы были активны. А таурина это педаль тормоза нашего организма. Вот и все. А здесь педаль газа и тормоза смешаны в одном флаконе. Зачем это все? Непонятно. Вот по этой причине я их и не пью. Потому что это абсолютно нелогичная смесь. И мне это не надо. Если мне надо будет, я их отдельно приму. Например, это днем, а вот это, например, вечером. Вот и все. Теперь вы, я надеюсь, узнали что-то большее из этого видео для себя. Узнали, что такое тавурин на самом деле. И какими эффектами он обладает. Короче, я надеюсь, что это видео было полезным. Все, пока. Продолжение следует...